Они делают наши жизни светлее в прямом смысле этого слова. Профессиональный праздник энергетики страны отмечается 22 декабря, в самый короткий день года, когда их труд особенно необходим. Об одной из важнейших отраслей экономики меньшины и профессионалах, которыми гордится вся страна, сегодня наша программа. Это «Центральный регион». Меня зовут Сергей Манько. Здравствуйте. Директор Борисовских электросетей Николай Беспалько свой рабочий день начал с приятной миссии. На подписи у руководителя – почетные грамоты лучшим специалистам. В 2013 году Николай Максимович и сам стал человеком года Минской области. В отечественной энергетике работает 34 года. Начинал мастером и уже 12 лет возглавляет районную энергослужбу – одной из самых крупных в стране. Зона ответственности Борисовских энергетиков – 15 тысяч километров сетей разной мощности. Если говорить о работе энергетиков Борисовских и вообще Минской области, изменилась со временем функциональная задача, которую решают энергетики? Конечно, изменилась техника. Задачи остались и прежними. То есть это обеспечить достойную жизнь и промышленности, и населению. Так получилось, что 1 июля 1944 года, в день освобождения города Борисова, мы нашли приказ номер один о создании Борисовских электросетей и приеме на работу 13 человек. Значит, ну, эти деньги считаются днем основания Борисовских сетей. Поэтому в этом году вот так получилось, что нам 70 лет. Начиналось с Борисовских сетей, и на балансе Борисовских сетей была одна лошадь и повозка. То есть техники практически не было. На данный момент это 300 единиц техники различной, начиная от вездеходов бригадных машин. Сами понимаете, что у нас нету, так сказать, отговорки, то ли это ночь, то ли день, то ли хорошая погода, то ли плохая. Значит, мы работаем круглосуточно, значит, и поэтому, ну, требования повышены. И работаем практически без выходных. То есть круглые сутки мы должны руку держать на пульсе. И когда телефон молчит, с одной стороны это приятно, а иногда, значит, уже как бы и скучновато. Потому что обязательно что-то случается. Зона большая, и, соответственно, или в Крупках, или в Червине, или в Борисове, но что-то где-то постоянно происходит, постоянно это контролируется, мониторится и, соответственно, принимаются соответствующие меры для ликвидации каких-то аварийных режимов. В этом году борисовские энергетики провели масштабную реконструкцию, обеспечили надежность передачи энергии от новой борисовской котельной и совместно с китайскими специалистами модернизировали линии электропередач для потребностей будущей атомной электростанции. На вооружении у энергетиков не только современное оборудование, но и авиация. На небольшом самолете руководитель может за несколько часов облететь территорию электросетей. Здесь работают круглые сутки, чтобы на предприятиях не было вынужденного простоя, а в домах всегда было светло. Мы сейчас поднимаемся в оперативно-диспетчерскую службу, правда, сюда не каждый может попасть. У нас стоит тут кодовый замок и только лица, определенные списками, утвержденные директором. То есть это такой стратегический объект, да? Да, это объект стратегический, да, так можно сказать. Ну вот, код вы не смотрите. Хорошо. Это святая святых. Да, святая святых, заходите. Вот это диспетчерская служба. Здесь сидит диспетчер, который обслуживает зону электроснабжения Борисских электрических сетей. То есть, в принципе, все районы на ладони, да? Да, все наши 8 районов. Но это сеть 35, 110, 330 кВ. На обслуживании у нас находится 75 подстанций 35, 110 кВ, 1758 км линий 35, 330 кВ, в том числе 4 линии 330 кВ, системообразующие белорусской энергосистемы. Самая главная наша задача – это обеспечение электроэнергии бесперебойно и безаварийно. Этим и занимается диспетчер. То есть, он владеет всей ситуацией, которая происходит сейчас по всей зоне обслуживания. К нему стекается вся информация, которая происходит в той или иной точке нашей зоны обслуживания. Кстати, многие люди жалуются, что не всегда свет включается или отключается вовремя, когда уже на улице стемнело, а фонари еще не горят. От чего это зависит? Вы сами смотрите за окно и определяете это? Нет, это все определяет автоматика. Значит, если автоматика настроена на определенную, так скажем, темноту, она включает это уличное освещение. Все это уличное освещение, ну, стоят определенные реле, которые включают это уличное освещение. То есть, там может быть установлено время с такого-то по такой-то период и отключение с такого-то по такой-то период. И эта автоматика работает. Если что-то неисправно, то, да, ну, обращаются к нам, и мы, безусловно, выезжаем туда и устраняем неисправность. Вы, в принципе, следите за сообщениями синоптиков и за погодой за окном. Прогнозы погоды у нас всегда в докладе диспетчера, вышестоящего административному персоналу. Поэтому по погоде, ну, мы и работаем. Погода плохая, значит, у нас есть работа. В общем-то, вы и зависите от погоды, да, в большинстве случаев? Зависим от погоды, и тут никуда не денешься. Энергосистема страны – сложная цепь. Линии электропередач соединены с подстанциями. Специалисты называют это живым организмом. Высоковольтные провода сравнивают с артериями человека. Так что диспетчер здесь, как врач-кардиолог, следит, чтобы пульс энергосети всегда был в норме. А что это вы сейчас сделали, расскажите? Были ремонтные работы, была выведена в ремонт линия 110 кВт. Вот, произвели переключение, разземлили и ввели в работу линию. Но вообще здесь такая большая карта, и я так понимаю, что каждый значок, он что-то обозначает. Ну да, между каждой подстанцией идет линия определенная. Красная – это 110 кВт, зеленая – 35. Вот это другим цветом – это уже 10 кВт показаны. Отходящей линии 10 кВт на нашем диспетчерском сети нет. Тут уже в районах идут эти линии показаны, которые непосредственно районной сети этим и занимаются. Тут заведена, у нас есть телемеханика. Если что отключается, показано по компьютеру отключение. Стало работать намного лучше, чем Раймфер. В ваших руках, собственно говоря, свет в городе и в домах жителей, да? Ну, можно сказать и так, потому что, да, мы работаем с 8 утра до 8 вечеров, у нас смена в 12 часов. Поэтому, да, как бы все идет через нас. А вообще дежурные сутки раз на раз не приходится, наверное, бывают спокойные, бывают не очень. Ну, все зависит от погоды. Чем хуже погода, тем больше, конечно, аварийных отключений. Ваша главная задача оперативно узнать о нарушениях, да, и принять ли какие-то решения? Да, сразу выяснить, где повреждение. Ну, и, конечно, в кратчайший срок его устранить. Чувствуете вы все-таки ответственность? От вас многое зависит, да? Ответственность, конечно, это зависит от нас, есть ли у потребителя свет или нет. Потому что сейчас такое время, что потребитель сразу звонит, недоволенность, и свет пропадает. Поэтому надо каждому объяснить, почему у него так происходит. Работа диспетчер все-таки нервная, напряженная, да? То есть нужно контролировать эмоции, с людьми общаться опять-таки, да? Надо общаться с людьми, да. Звонят, все объясняем, почему нет света. Спрашивают, когда будет. Ну, стараемся по мере возможности объяснить. Ну, и по мере возможности побыстрее, да? Ну, это мы сами заинтересованы, чем быстрее устранить повреждения, если бывают. И всегда в кратчайшие сроки. Одна из самых мощных подстанций появилась между Жозина и Боисовым в 80-х. Она соединяет энергопотоки Лукомольской ГРЭС со столицей. Сотни сложнейших механизмов обеспечивают постоянный ток в проводах. Обывателям как бы непонятно, каким образом электроток поступает в квартиры. То есть вот как раз-таки такие подстанции, они являются связующим звеном, да? Ну, можно так сказать. У нас к обывателям в квартиру поступает напряжение 220 вольт. А в целом в энергосистеме существует у нас 330 киловольт. Вернее, самая большая, крупная подстанция в Беларуси – это 750 киловольт. Дальше идут подстанции 330 киловольт. Дальше идет напряжение 110-220. Дальше 35-10. А потом 10 уже трансформируется на 0,4 киловольта. То есть и это вот уже электроэнергия поступает в дома граждан. Но здесь такой сложный механизм, да? Вот все гудит, трещит, да? То есть вот кажется, электричество нажало на выключатель и пошел свет. А здесь, оказывается, все так непросто. Да, очень сложное оборудование на подстанции. Тут много релейных защит, все тут взаимосвязано. Поэтому обслуживающий персонал тут очень хорошо подготовлен. Можете сказать, куда конкретно электроэнергия отсюда поступает? Кто является потребителем конечным? Может быть, БелАЗ такой гигант тоже отсюда питается? Отсюда также идут три линии на Жодино, где расположен БелАЗ. И также подстанция БелАЗ-110 у них своя есть. Также питается отсюда подстанция 330 киловольт Борисов. Также отсюда питается город Борисов. Но электричество и полезное, с одной стороны, и опасное. Электричество очень опасно. Оно опасно тем, что вот мы стоим с вами, мы не ощущаем, вроде железка сверху натянута, мы не видим, что красное или что-то светилось. Но к нему можно даже, как тут 330, не касаясь рукой, можно просто приблизиться недопустимое расстояние. И тебя поразит электрическим током, перекроет. Поэтому очень опасная вещь. Ну а те люди, которые здесь непосредственно работают, может быть, наоборот им помогает? Так исследования не проводили, но я думаю, вряд ли любые какие-нибудь электромагнитные поля положительно влияют на здоровье. Поэтому чем... Ну может быть, у кого-то открывается там третий глаз или к творчеству тяга появляется? Это я не знаю, у нас таких работников нет, но электричество, как я понимаю, электромагнитные поля на здоровье влияют не очень хорошо. Поэтому лучше подальше держаться от этих вот таких вот. За работой мощной подстанции следит начальник и диспетчер, а еще бригада ремонтников. Работа с высоким напряжением требует огромной отдачи. Объект довольно серьезный, подстанция системообразующая. Как бы ответственность очень большая тоже. Где оно, напряжение вокруг. Ну не страшно вообще? Ну, как бы уже за столько лет уже привыкли, уже нормально. Здесь у нас, ну-ка, если мы в ночь дежурим, например, одни, то как бы самому приходится принимать какие-то решения. Приходишь домой, да, включаешь свет, все работает, все горит, как положено. Значит, смена прошла, да? Смена прошла, да. О тех, кто направляет энергию в доброе русло, мы продолжим рассказ в следующей части программы. Далее краткий дайджест новостей из столичного региона. За неделю и реклама на канале СТВ. Когда и стены лечат. Корпус Борисовской центральной районной больницы открыли после капитального ремонта. Здание обновлено для врачей-пациентов гастроэнтерологического и неврологического отделений. Все строительные работы провели хозспособом и затратили около 10 миллиардов рублей. Окрашен фасад, заменены коммуникации, палаты и кабинеты оснащены новой мебелью. Новая прописка правосудия. Новоселье отметили в районном суде Воложино. В одном здании разместились также юридическая консультация и отдел принудительного исполнения. Строительство центра правосудия началось еще три года назад. На эти цели было потрачено более 30 миллиардов рублей. На пути к здоровому обществу. На Меньщине помогают трудоустроиться гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, а также жителям области, которые имеют задолженности за жилищно-коммунальные услуги или уклоняются от уплаты алиментов. Все неплательщики и безработные приглашаются на заседание Советов общественных пунктов охраны правопорядка, где специалисты предлагают различные вакансии. Основное внимание – семьям, находящимся в особо опасном положении. Спортсмены детям. Республиканская благотворительная акция прошла в Слуцке. В городском Доме культуры собрались известные белорусские спортсмены и более полутысячи ребят с родителями и воспитателями. Детям из многодетных семей, воспитанникам Центра коррекционного развития, вручили спортивный инвентарь и новогодние подарки. Детские организации района получили денежные сертификаты от президентского спортивного клуба, а также необходимую бытовую технику. Подари добро, стань Дедом Морозом. На Меньщине все желающие могут стать волшебниками и подарить частичку тепла и внимания детям. Во всех крупных магазинах установлены необычные новогодние елки. На ветвях творческие работы сирот и детей-инвалидов, а на открытках самые заветные мечты малышей. Каждый взрослый может осуществить детские желания и оставить под елкой свой подарок. Это Центральный регион, и мы продолжаем. Далее о светлом будущем отечественной энергетике и людях, которые обеспечивают стабильное напряжение. Борисовские энергетики не только обеспечивают электричеством потребителей, но и следят за своевременной оплатой услуг. Более 220 тысяч жителей области и их абоненты. Для удобства Борисовщан здесь открыли специальный расчетный центр, который работает по принципу одного окна. На каждого потребителя здесь заведен лицевой счет. То есть по лицевому счету наши работники могут определить состояние оплаты, состояние приборного учета употребителя. Ну, в общем, вся необходимая информация. Договорные отношения формируются здесь изначально. Человеку достаточно сюда подать заявление, прийти один раз, ну и второй раз прийти оплатить и получить комплекс услуг под ключ по электроснабжению своего домовладения. По уровню потребления, насколько Борисов, Борисовский район активно пользуются светом, электричеством? Можно какую-то динамику проследить? Ну, в зависимости от потребителя и в зависимости от его домовладения, конечно. Есть потребители с небольшим потреблением, там, от 20 кВт часов в месяц, а есть и до 1000 доходят, то и больше. Но оплатят все? Платят, конечно, все стараемся, стремимся к 100% оплате. Если, значит, наши контролеры выявляют периодически, бывает и такое, неплательщиков, то тут же принимаем меры для того, чтобы человек своевременно оплатил. Но я смотрю, вот у вас как раз-таки есть примеры образца счетчиков тех механизмов, которые считают нам киловатты. Да, это мы повесили, вывесили образцы прибора учета. Дело в том, что сейчас политика на выносные приборы учета, то есть прибор учета находится на границе, и он, как правило, ну, не правило, практически всегда электронный прибор учета, то есть он с памятью, значит, можно архив пролистать, историю знать, ну, и, то есть без участия потребителя контролировать электропотребление. Ну, доступ к этим шкафам имеют и сами потребители, у которых они установлены, ну, и, соответственно, работники энергоснабжающей организации. Приходим к тому, чтобы потребителя, ну, как говорится, минимизировать участие потребителя в этой работе, чтобы было ему больше удобства. Ну, кстати, многим не нравятся вот старые советские счетчики, которые в квартирах немножко так портят внешний вид, да. Современные приборы учета, они смотрятся гораздо лучше, вот, ну, практически есть программа сейчас в Рубинске Энерго по переходу на электронные приборы учета с индукционных, вот, то есть она постепенно будет выполнена. Жители Борисовщины отмечают хороший уровень сервиса и в целом довольна работой энергетиков. Я уже не первый раз обращаюсь по этому поводу, поэтому... Не думала, что так будет еще быстрее. Все улучшается с каждым днем. Стало в последнее время постоянно вот освещаться улицы, там, где раньше не было света, постоянно. Стали фонари ставить чаще. Как бы и даже в деревнях стали освещаться переулки всякие. Мало кто вспомнит, но несколько десятилетий назад бесперебойное электричество было доступно далеко не всем. О сложной работе специалистов и огромном рывке в отрасли напоминают экспонаты, собранные в музее борисовских энергетиков. Вот это как раз-таки послевоенные годы, вот, то, с чем пришлось столкнуться, да, энергетикам? Да, с чем пришлось столкнуться энергетикам в том числе. Строительство линий, подстанции, все это легло на плечи энергетиков. Тем не менее, в музее отражены вот люди, эпоха, наши заслуги спортивные. Ну, тут на стендах размещается та история, которая была в борисских электрических сетях. Ну, некоторые экспонаты подтверждают, каким инструментом и материалами бы пользовались. Вот, допустим, телефон уже многоканальный, который стоял в диспетчерской службе и им, так сказать, пользовались. Пенек, который остался после того, как бобры его обработали, и дерево упало на нашу линию электропередачу. Ну, бобры вообще доставляют неудобства, да? Да, бобры доставляют неудобства до сих пор, но, тем не менее, это природа, никуда от нее не денешься. В общем-то, здесь десятки экспонатов, да, и все они интересны не только специалистам, но и, наверное, просто жителям, да, просто людям, которые приходят, знают о том, как работают энергетики вот сейчас. Да, к нам приходят посетители, и мы заводим музей, чтобы показать, как мы работаем, что у нас было и что теперь. В предпраздничные дни работа энергетиков особенно кропотлива. Новогодняя иллюминация создает дополнительное напряжение. Тем не менее, здесь гарантируют стабильную работу энергосети, да и сами создают праздничное настроение горожанам. Пробный пуск нашей елки, кстати, самая высокая елка в городе Борисово. Несколько лет назад мы приняли решение для того, чтобы беречь природу, не рубить ели, значит. Вот решили каждый год добавлять по гирлянде, по маленькому кусочку. Ну, сейчас плохо видно, но самая высокая елка, я считаю, самая красивая в Борисово вообще. И, ну, может, в Борисовском районе. Могу претендовать даже на Минскую область. Такой елки, наверное, ни у кого нет. Мини-эйфелевая башня, да, Борисовская? Да, мини-эйфелевая башня. И с каждым годом она становится красивее и красивее. Но вообще территория у вас благоустроенная, да, то есть внешний вид... Да, внешний вид благоустроенный. Вот все нам завидуют. Это, к сожалению, сейчас закрыто уже зима. Но тут у нас и розы, и различные, так сказать, кусты, цветы. То есть требуют ухода. Но, опять же, это благодаря нашему народу. Вот как бы это все содержит. Сами работники это все делают? Да, да, да. Ну и вот новая ваша достопримечательность. Ну, да, это достопримечательность. Пошла такая идея. Я уже говорил, что нам 70 лет. Но хотелось бы как-то это отметить. Мы нашли вот такой камушек, будем говорить. Он более 13 тонн весом. Его привезли. Ну, его даже привезти, это надо иметь, во-первых, технику определенную. Поэтому я и говорю, что мы можем выполнять любые задачи. Правда, он не готов, но к 22 декабря, наш профессиональный праздник, здесь будет мемориальная таблица, такая табличка. Значит, будет написано, здесь мраморная такая, ее уже вырезали. Значит, она будет в соответствии с зоне обслуживания нашей, восьми районам. И будет написано, памятный знак установлен в честь образования Борисовских электросетей 1 июля 1944 года. Значит, а внизу такая надпись еще. Помни о прошлом с надеждой на будущее. Вот как бы такой вот. Потом мы его украсим, сделаем подсветку. Ну, я думаю, нашим ветеранам и нынешнему, так сказать, поколению и будущему будет приятно когда-то вспомнить. И вот дешево, так сказать, ну, практически. Но красиво. Но красиво, я надеюсь, что будет красиво. История отечественной энергетики пополнится новыми страницами. Работа у специалистов будет всегда. Впереди еще много масштабных проектов. Мы видим у вас в кабинете такую футуристическую картину. Будущий город Борисов, возможно? Конечно, это город будущего. Хотелось бы, чтобы Борисов таким был. У нас есть подвижки в этом. У нас, вы слышали и знаете, что есть команда футбольная. У нас появился стадион. Где-то тут можно просматривать его. Ну, есть надежда такая. Это подарок подшефной школы. Значит, и есть. Вот я специально повесил на стену для того, чтобы как-то ориентироваться. Но я думаю, что город Борисов будет намного красивее, чем даже вот эта картина. Но потребности в работе энергетиков будут возрастать со временем, да, как вы видите? Будут возрастать. И потребности по качественному составу. Потому что оборудование намного становится сложнее, да, эксплуатировать его намного тяжелее. И, соответственно, конечно, возрастать будет ответственность. Будущее вообще энергосистемы страны связывается с функционированием атомной электростанции. Вот насколько ввод в эксплуатацию нашей АЭС поможет энергетикам стабильнее работать? Атомная станция – это источник, который независимый, дополнительный. Конечно, это позволит, помимо того, что можно будет экспортировать эту электроэнергию, то где-то расширить рынок, наверное, таким-то образом повлияет на цены. Но наша задача, задача наша – обеспечить именно транзит от атомной станции к потребителю, что мы, я думаю, обеспечим. В 2013 году вы стали человеком года Минской области. Награда – это все-таки именная, но вы думаете, что это признание работы всего коллектива? Конечно, это приятно, но таких людей, как я, множество, они выполняют свою работу, свою функцию. Я считаю, что эта награда не моя однозначно, это награда коллектива. Значит, коллектив заметили, коллектив отметили, это, помимо награды, это еще и ответственность. И очень нам подходит, когда про нас вообще никто не вспоминает, никто нигде не говорит, никто никак. Это значит, что все нормально. Все гордимся, что мы энергетики. Но если так взять, то в современном мире без энергетиков никуда. Даже если вы заметили, свет пропал, сейчас все. Ни компьютеры, ни микроволновки, ни телефоны, ничто не работает. Ну, сейчас еще сотовые, может, работают, и то некоторый период времени, пока работают аккумуляторные батареи. То есть без электричества сейчас никуда. Поэтому мы, можно сказать, почти как солдаты. То есть любая погода, ветер, авария, не авария, люди у нас поднимаются и идут устранять какое-либо повреждение на линии. Ну и в итоге все равно приятно, когда вот включаешь свет дома и понимаешь, что ты тоже к этому приложил руку. Привыкает человек, чтобы без электричества не может быть долго, чтобы не было его долго. Его практически сразу и дают, потому что без электричества никуда. Ну, я сам тоже. Ну, конечно, приятно, когда людям хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...